С вами Николай Пемненко в проекте Дата. Сегодня 17 марта и сразу же о родившихся в этот день. 1856 год в этот мир приходит в Рубель русский художник, работавший практически во всех видах и жанрах изобразительного искусства, живописи, графики, декоративной скульптуре и театральном искусстве. Борис Полевой, русский советский писатель, рождается в 1908 году. Трижды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. В основе всех его книг лежали реальные события. Порою это были такие сюжеты, что специально не придумаешь. Реальные люди всегда были для него важнее и интереснее вымышленных персонажей. Ну а известность и признание во всем мире Полевой получил, конечно же, за повесть о настоящем человеке. В ее основу легли впечатления Полевого о войне и о ее реальном участнике, лейтенанте Моресеве, который вернулся в строй после ампутации обеих ног. В течение почти 20 лет Борис Полевой был главным редактором журнала «Юность». 1925 год. День рождения Юлии Константиновны Борисовой, советской российской актрисы, героя соцтруда, народной артистки СССР, кавалера двух орденов Ленина. У нее на лахтанговской сцене самые лучшие и самые знаменитые роли. Эталонная принцесса Турандот, первая исполнительница роли Гелены в Варшавской мелодии, чувственная Клеопатра из шекспировской драмы, Валька Дешевка из Иркутской истории. Ну а для широкого зрителя, конечно же, Настасия Филипповна из «Идиота». Режиссер Иван Пырьев сразу безальтернативно утвердил ее на роль. В 1938 году родился Рудольф Нуриев, советский, а затем французский артист балета-хореограф. Мальчик, который вырос в нищете, стал обладателем огромного состояния. Танцовщик, заставивший мир восхититься русским балетом, в жилах которого не было ни капли русской крови. Идеал мужества на сцене, демонстративно провозглашавший на весь мир о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, писали о нем западные журналы. В 1983 году у Рудольфа обнаружили ВИЧ. Эта болезнь стала главной причиной его довольно ранней смерти. Похоронен был на русском кладбище в Сен-Дженеве в Дебуа под Парижем. Оформлением могилы артиста занимался ведущий художник парижской оперы Энцо Фриджерео. Зная страсть своего покойного друга к коллекционированию старинных ковров, он создает один из них, почти как реальный, на могиле из мозаики. В 1947 году рождается Аристарх Ливанов, киноактер. На его счету более сотни ролей. С самого начала карьеры он становится так называемым костюмным актером. Играет в основном военных и милиционеров. В 90-х к доблестным ролям актера прибавились негодяи и всевозможное варьё в законе. В последнее время, благодаря своей благородной сидине, получает чаще роли чиновников и академиков. Курт Рассел родился в 1951 году. Американский актер, продюсер и сценарист. А в 1957 году в этот день в мир приходит Дмитрий Астрахан, российский режиссер театра и кино. Ну а теперь о некоторых событиях 17 марта. В 1611 году в Москве польские войска начинают так называемую резню. Солдаты ведут себя в столице, как в захваченном городе. Регулярно происходят различные инциденты. Москвичам особенно запомнились осквернение иконы на Никольских воротах, по которой выстрелил пьяный польский часовой. И резня на одном из рынков, когда спор о цене между продавцом и польским солдатом, перерос в массовую драку, в которой поляки убили 15 москвичей. За три дня бесчинств, как сообщают историки того времени, в Китай-городе погибли 7 тысяч москвичей. В 1845 год англичанин Стивен Перри запатентовал обыкновенную канцелярскую резинку, которой фактически мы пользуемся до сих пор. А в 1898 году опубликована ставшая классической неаполитанская песня о соли Милу. По-моему, ее исполняет любой певец или певица, живущая на белом свете. 1922 год. Усадьба Пушкина в селе Михайловском, его могила в Святогорском монастыре и близлежащие места Тригорская городище и деревня Воронич объявлены государственным заповедником. В 1899 году, в 100-летнюю годовщину со дня рождения Пушкина, Михайловская будет куплена у наследников поэта в государственную собственность. В 1911 году в усадьбе открыты колонии для престарелых литераторов и музей памяти Пушкина. 1927 год. В Ленинграде на заводе Светлана начинают производство миниатюрных лампочек для карманных фонарей. Сами фонари просуществуют практически до наших дней. 1960 год. В Японии поступают в продажу разноцветные фломастеры. Хотя история создания уходит в далекое прошлое, придумали его в Древнем Египте, что подтверждено раскопками гробницы Тутанхамона, где нашли карандаши из меди с тростинкой внутри, пропитанной чернилами. Однако технология изготовления фломастеров до 20 века почему-то не дошла. И только в 60-м году их стала производить выкупившая технологию японцев немецкая фирма под торговой маркой «Фломастер». К нам же фломастеры попадут в 70-х годах. 1966 год. Первый пуск с космодрома Плесецк. Ракетой-носителем «Восток-2» на орбиту Земли выведен искусственный спутник «Космос-112». 1991 год. Референдум о сохранении СССР как федерации равноправных республик. За сохранение страны высказалось 112 миллионов человек из 146 миллионов, которые принимали участие в референдуме. Ну или 76%. И самое последнее. 17 марта празднуется День Святого Патрика. Национальный ирландский праздник, который уже давно стал популярен во всем мире. Традиционно в этот день устраиваются парады. На улицы выходят люди, одетые в экстравагантные костюмы, а также духовые оркестры, которые не могут обойтись без знаменитой волынки. С именем Святого Патрика связано множество легенд. Например, что он с помощью трехлистного клейвера объяснял людям понятие Святой Троицы. Цитата. «Так же, как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трех лицах». Эта фраза святого уже стала хрестоматийной. Сейчас трехлистник и арфа стали символами Ирландии. Многие, безусловно, ругают у нас, почитателей, этого праздника. Но согласитесь, с помощью таких акций иногда гораздо проще понять ту страну, о которой мы фактически ничего не знаем. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok